Девушки отдыхают Я хочу, чтобы ты делал все, что я тебе скажу Скоро к тебе потекут деньги, большие деньги, мои деньги Вы хотите, чтобы я отмывал деньги? Я хочу сделать тебя богатым Богатым Виктор, значит, победитель Пора уже тебя побеждать А не ты ли меня заказал, дорогой ты мой? Пожалуй, я тебя убью Что это такое? Хорош голдить Шефа разбудите Кто-нибудь Помогите Тихо Скоро вся страна узнает про нашу группу Что это было? Раскрутимся Виктор Андреевич Виктор Андреевич, что с вами? Ломай Саня, скорую быстро Надеюсь, что-то очень срочное Прошу прощения, товарищ полковник Так сказать, нештатная ситуация Что там у вас? Ребята из наружки позвонили К Ежову скорая приезжала час назад В пятую городскую увезли Так понятно Что с ним, покушение? Нет Вроде как инфаркт Точно пока не могу сказать Только этого не хватало Ты сам-то где? Еду в больницу Там есть кто-нибудь из наших? Да Опергруппа дежурит Добро Я тоже еду Наташ, ты чего здесь? Не знаю Всю ночь не могла заснуть Вертиралась Ты ничего не хочешь мне рассказать? В смысле? Ты про что? Ну я же вижу Ты в последнее время сама не своя У тебя что, какие-то проблемы? Поделись, может быть, я смогу помочь Нет, просто устала очень, Паш Знаешь, такое ощущение Как будто груз На себя повесила Носить тяжело Снять не могу Вот и мучаюсь Ты не можешь же Груз сам по себе образоваться Должна же быть для этого какая-то причина Нет, не могу сказать Просто не обращай внимания Сама пройдет Слушай, а может быть Тебе съездить отдохнуть Вон в Канаду клерки слетай С отцом заодно увидишься Да, может быть А ты чего оделся? Ехать надо Да, важный свидетель в больницу попал Наташ Ты все-таки попробуй поспать Паш Да Береги себя Значит, я... Жива Ну, конечно Веревка Модель Турция Оборвалась На себе Не надо экономить Вы еще Бога будете благодарить, что попали ко мне Я же сделаю вас счастливым Модель Турция Молодцы Готовься Деньок сегодня будет тяжелый А когда было легко? Ну что ж Пора набрать нашему олигарху Как интересно Да, слушаю Кто это? А кому вы звоните? Я звоню Виктору Ижову Ты что за птица? А я начальник охраны А, ну ясно Привет Вчера виделись Дай трубку хозяину Невозможно Ты что, пес? Не понял? Дай ему трубку Говорю, не могу Он сейчас в реанимации Что? Что с ним? Сердце прихватило В больницу увезли Сердце А ты мне случайно не чешешь? Ну хочешь, приезжай Сам убедись Только на твоем месте Я бы сюда не совался Чекистов здесь как грязи Глаз с нас не сводят Ясно Трубку далеко не убирай Я скоро перезвоню Если он сам очухается Пускай наберет Понял? Да Ну что, похоже Приболел наш ставленок Да Как-то не рассчитывал я на это Вот козел старый Не мог попозже крякнуть Надо было его сегодня вот именно Похоже, перестарался-то Совсем зашугал мужика Он сам себя зашугал, сука Если б не он Мы были в шоколаде уже Ну и что теперь делать? Может в больницу к нему подъехать? Нельзя Потому что всех сторон прикрыт К нему не подобраться Ладно, придумаем что-нибудь А что тут думать? Он сейчас сандалии откинет и все Мы свои деньги не увидим Придется уходить с тем, что есть Как бы не так Да, да, я понимаю Конечно О чем речь Спасибо Вот познакомьтесь Главврач больницы Сергей Васильевич Здравствуйте Николай объяснил вам ситуацию? Да, я в курсе по поводу вашего пациента Как он себя чувствует? Получше Может сказать, ему крупно повезло Вовремя к нам доставили Нам он нужен живым и здоровым Должен поправиться По крайней мере, мы делаем все Что от нас зависит Если что-то еще понадобится Обращайтесь Спасибо Где сейчас Ежов? Переводят из реанимации Я договорился Наши спецы готовят палату Установят прослушку Хоть по крайней мере, будем знать С кем он и о чем говорит Вот сюда, товарищ полковник Сергей, Сергей Что, Виктор Андреевич? Он звонил уже Да, звонил, я предупредил Убей его И понял, что? Все ты понял Убей его и второго тоже, слышишь? Я не могу больше ждать Он мне не простит, я знаю его Либо я сдохнули вон Вы хотите, чтобы я нашел кого-то, кто исполнит? Плевать, сами справитесь По сто штук баксов Положу каждому Да у этого хрена компромат есть на меня Ты обязательно забери его Ты забери Все сделаю, Виктор Андреевич Ты помнишь, мы с тобой размышляли по поводу Ежова и Смолина Кто из них, кто в их криминальной схеме Ну да Я вчера подумал, но точнее мне жена подсказала Она у меня в людях хорошо разбирается В этой паре Ежов Скорее Бедомый, чем ведущий Не похожий на гения криминального мира Ну а что он сделал такой вывод? Смотрел на фотографию и сказал, что Это у него просто на лице написано Интуиция Ну а я готов с ней согласиться Скорее Смолин использует Ежова, а не наоборот Ну не знаю, не знаю Как же факты? Ну а какие факты? Все наши факты основываются только на показаниях самого Ежова А я практически уверен, что тем самым Смолин манипулирует нами Хочет заставить нас поверить в то, что Ежов Честный предприниматель, чтобы мы сняли с него наблюдение Я лично разговаривал и с тем, и с другим Только один из них мог придумать и реализовать такую схему И это точно не Ежов То есть вы хотите сказать, что Ежов просто ширма? Легальное прикрытие Деньги, которые Смолин получает с ограблением, это черный нал Он же не может просто пойти и купить на них дом или квартиру Прокручивая деньги через свои фирмы, он мог отмывать грязные деньги Смолина А если начнут копать, то не под Смолина, а под формального владельца Разумно, разумно Только вот вопрос Зачем все это нужно Ежову? Думаю, Смолин запугал его Угрозами или чем-то еще, вон тот даже с инфарктом свалился Павел Дмитриевич, Ежов в палате только что привезли Ну что молчите? А сто косарей каждому Я вписываюсь А ты? Надо подумать Че тут думать? Когда тебе еще такие бабки предложат? Валим эти к черте и все дела А хрен его знает Чел этот вчера один против нас всех прошел И не сдался ни разу И что дальше? Может он на голову отмороженный? У нас вроде тоже такой был, ни черта не боялся И в итоге первую пулю и схватил И этот схватит Ладно, я в деле Только пусть шеф вперед заплатит А то мало ли Чтобы не просто так все было Да сплюнь ты Павел Дмитриевич Ежов только что взял у охранника телефон Хочет позвонить кому-то Мы его слушаем Нет, оба его мобильных выключены Звонит по-чужому Да Это я Какие люди? Хотя после того, что ты натворил человеком Тебя назвать сложно Ты скорее подыхающая жалкая псина Трясущаяся от страха Ну чем обрадуешь? Приготовил бабки? Да, собрал все, что смог Надеюсь, ты смог собрать достаточно Чтобы выкупить свою жизнь Послушай, Алексей Смолин Он разговаривает со Смолиной Узнаю, где он Откуда звонит? Быстро Я правда снял все, что смог Это практически все, что ты мне давал Остальное смогу увезти из оборота Через несколько дней Пока не было такой возможности Ты понимаешь, не от меня все зависит Я не буду ждать несколько дней Отдай то, что есть сейчас Сейчас за остальным я вернусь потом Да, а что с той записью? Ты обещал отдать А потом мы с тобой посмотрим И под это видео все повторим Эй Запись Получишь ты свою запись Потом Когда? Сегодня вечером, когда мы с Круглом приземлимся Я позвоню, скажу, где она лежит Это моя страховка на тот случай Если ты меня решишь сдать Судя по всему, сам ты бабки передать не сможешь Скажи, ты доверяешь своим быкам-охранникам? Да, да, полностью Придется кому-то из них сегодня поработать курьером Я им сам позвоню, скажу, что делать Ясно А тебе, Витя? Я желаю побыстрее подохнуть Хотя нет Ошибся Быстрой смерти ты не заслуживаешь Сегодня же тебя, Круглый Леха! Погоди Погоди, рано радоваться Бабки получим, тогда будешь плясать А пока дела надо делать Да это же я так себя подбодрю Признаю, вы были правы Даже по голосу понятно Что он перед ним отчитывается Да не просто отчитывается Я бы сказал, лебезит Жаль, мы не слышали всего разговора Судя по всему, Смолин что-то готовит Очередное ограбление Скажи, твои парни, они все четко сделают? Само собой, Лех Нормальный человек Не кинут Что, шутишь, что ли? Они же знают, с кем имеют дело Смотри Сам проконтролируешь Павел Дмитриевич К сожалению, мы не смогли отследить сигнал Пропал сразу после разговора Я ничего другого не ожидал Осторожничает, Смолин Знает, что мы можем на него выйти Но ничего это ему не поможет Николай Попроси ребят проверить счета фирм Ежева Компании, которые на него записаны И все операции за последнее время Ну что, все загрузили? Да Никогда не видел столько денег Любуйся, когда еще такое будет Видели такую штучку? А что это за фигня? Это Саня маячок Передает координаты цели Буквально до метра А зачем он нам нужен? За тем, что Смолин на стрелу Сам не приедет Страхуется Инкассаторов послал Но с этой штучкой мы будем знать Где сумки выгрузят Записал Ну все, спасибо Давай, на связи Товарищ полковник Я проверил Ежев вчера обнулил три своих счета Сколько снял? Много, очень много Вот сумма Ничего себе Ты на лябе случайно не ошибся? Никак нет Ну и что все это значит, как ты думаешь? Я думаю, что пора поговорить с Ежевым Прижать его как следует Товарищ полковник Он сейчас в таком состоянии Чуть надавить и сам все расскажет Как на духу Ну мне это точно расскажет Вот увидите Разрешите я Нет Я сам Вон, кажется, они едут Ну да нет Да зашлись Вы это же вы? Ну мы Тут все? Проверяй Все в порядке? Да ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как вы себя чувствуете, Виктор Андреевич? Не надо вставать, лежите Ну так как самочувствие? Да так себе А вы? Вы что здесь делаете? Ну как что? Пришел вас навестить Ну видите, до чего вы себя довели Вам беречь себя надо А вы? Такой неправильный образ жизни ведете Очень неправильный А ведь раньше вы были совершенно другим человеком Может хватит молчать? Вы что не представляете Какого монстра вы покрываете? Насчет Усмолина Несколько десятков человеческих жизней А сколько будет еще Если его не остановить? Где он сейчас? А я-то откуда знаю Оттуда, Виктор Андреевич Вы встречались с ним, я знаю Именно для этого вы уходили С под моего наблюдения Вы обналичили для него 18 миллионов евро Вы разговаривали с ним сегодня По телефону Зачем? Я задал вопрос Ответьте на него Да нет, вы ошибаетесь Нет, это вы ошибаетесь Если думаете, что я вам поверю Неужели вы его так боитесь? Чем он вас так запугал? Хотите, я расскажу, как все было? Вы попали на крючок к Смолину Я точно не знаю, чем он вас зацепил Скорее всего, компромат Это не важно Но именно тогда вы стали ему помогать Да никому я не помогал Это он работал на меня Спокойно, спокойно Вам сейчас нельзя так нервничать Я в курсе, что Смолин Постоянно приносил вам крупные суммы наличных На отмыв А сам тем временем вел роскошную жизнь Предпочитая оставаться в тени вашей тени, Ежов Он дергал вас Дергал за ниточки А сам строил свою империю Клубы, рестораны, банк Все это он загребал вашими руками Так ведь это все было? Даже сейчас он дергает вас за ниточки Чувствуете? Я вас прошу, пожалуйста, перестаньте Не было ничего такого Это все ваши домыслы Еще не поздно все исправить Поздно будет, когда я вернусь с доказательствами Я арестую вас за участие во всех преступлениях Смолина А это огромный срок Не было никакого соучастия Вы понимаете, не было Мы проверим А насчет вас со Смолиным я вам так скажу Рано или поздно он избавится от вас Вы не хуже меня знаете Как он поступает с теми, кто может его предать Вы это уже сделали однажды Возьмите, это может спасти вам жизнь Что это? Тревожная кнопка Почувствуйте угрозу Нажмите на шопергруппу Прибудет в течение минуты Надумайте покаяться Вы знаете, где меня найти Выключи НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Ты что, Лех, все же получилось, что ты грузишься? Знал бы раньше, какую цену придется заплатить за все это. Да, понимаю. Без некий Игарька вообще пусто стало. Слишком дорого все это досталось. Ну, теперь-то чего? Их уже не вернуть? Да, ты прав. Сейчас главное сквозануть красиво. Да так, чтобы никто и никогда не нашел. Ни фэбосы, ни менты, вообще никто. Знаю я пару таких местечек. Райские уголки. А море там есть? Есть. Океан. Тоже пойдет. Всегда мечтал жить на побережье. Кататься на ехте. С какой-нибудь мулаткой-шоколадкой. Мечты инвалидов и старперов. Ты тот или другой? Я устал, Лех. Бегать, скрываться. Засыпать с полузакрытыми глазами и ждать. Когда и где тебя завалят. Отдохнуть хочется. Не, не навсегда. Так, временно паузу сделать. Сам ты веришь, что это возможно? А почему нет? И тебе советую подумать. У тебя, между прочим, сын растет. Не хочешь же ты, чтобы он стал? Кем? Таким же, как я? Нет, не хочу. Ладно. Хара с лирикой, давай. Жди меня здесь, я скоро выйду. Павел Дмитриевич, с нами связалась Марина Азарова. Хочется встретиться с вами. Где она? Здесь, на проходной. Пригласите ее ко мне. Есть. Лех, ты что ли? Мужики, я не хочу. Здорово, толстяк. Где, дружок? Смолин где? Ну, пошел. Неверный ответ. Спасибо, Свободин. Здравствуйте, Марина. Проходите, садитесь. Вы хотели со мной о чем-то поговорить? Да, я по поводу Паши. По телевизору сказали, что его разыскивают. Это мы разместили ролик. Скажите, вы его нашли? Да. Не волнуйтесь, он в безопасности. Слава Богу. Ой, мы все тут чуть с ума не сошли. Так волновались. Спасибо. Ну, что вы, перестаньте. Скажите, а вот Смолина и вот того второго вы тоже поймали? Ясно. Я бы хотела забрать Пашу домой. К сожалению, это невозможно. Пока его отец на свободе, ему будет безопаснее у нас. Да вы не переживайте, мальчик в хороших руках. Мы поместили его в специальный медицинский центр. А что, с ним он ранен? Нет, нет. С ним все в порядке. Просто смерть матери, да и все, что с ним произошло. Ну, сами понимаете, это отразилось на его состоянии. С ним работают хорошие специалисты. И поверьте, он сейчас чувствует себя значительно лучше. А я очень хочу его увидеть. Но ведь это можно как-нибудь устроить? Вот адрес. Я позвоню и предупрежу охрану. Спасибо. Вперед! Тихо, паренек. Не дергайся. А то, знаешь, нервишки. Не к черту. Мало ли что может быть. Руки! Руки поднял! Где запись? Какая? Сам знаешь, какая. Компромат на шефа. Вон там сумки. Сейчас возьму. Стоять! Не двигаться! Саня, посмотри. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что, думал, выкрутится? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь только флешка. Где запись Смолина? На флешке. Дай сюда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА Ты цел? Поздно. Как узнали про нас? Отвечай, сука. Маячок в сумке с деньгами. Кто еще в теме? Кто знает про нас? Нет, никто, только мы. Нет, пожалуйста, не стреляй. У тебя хватило духу прийти сюда? Что ж ты сейчас-то скулишь, слабак? ВЫСТРЕЛ ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Х1 Алло, Сергей, ты? Не угадал. А ты нибудь думал, что я уже мёртв? Да. Алексей? Чтобы меня убить, Витя, нужно нечто большее, чем трое быков твоих, которых ты ко мне подослал. Чего молчишь? Это... это не я, честное слово, клянусь, они сами так захотели. Врёшь. Врёшь, по голосу слышу, что врёшь. Ну да ладно, спешим мы на твою безграничную глупость. А теперь, Витя, когда я уже далеко от тебя, от вонючих чекистов, от тех, кто хотел меня убрать. Я могу тебе кое в чём признаться, Витя. Думаю, это ударит по тебе больнее, чем что-либо. Помнишь, я говорил про компромат? Ну, якобы, та запись там, где ты убиваешь шлюшку. Так вот, Витя, знай, этой записи нет и никогда не было. Как это не было? А вот так не было, Витенька. Это я её убил, я всё подстроил, а ты повёлся. Помнишь тот день? Представляю себе, как тебе было креново. Тварь! Какая же ты тварь! Ты всю жизнь не испоганил! Да ты прав, Витя. Но я рад, что я так сделал. Потому что такие, как ты, не заслуживают нормальной жизни. Прощай, дурачок. Смойна позвонила на один из телефонов Ежова. Мы записали разговор. Установили, откуда был звонок? Нет, звонок был через интернет-связь с помощью какой-то хитрой программы. Спецы говорят, что такие звонки очень сложно определить. Ну, а не постарайтесь, шансов мало. Он обманул меня. Обманул, как мальчишку. А эта, Витянка, останется у нас. Чтобы на всякий случай напомнить тебе, если ты вдруг забудешь. А разве я мог знать, что это подстава? Он всё так обставил. Любой бы повёлся. Ну, значит, теперь вы готовы с нами сотрудничать? Да, расскажу всё, что знаю. Мне теперь скрывать нечего. Смолин говорил, куда они собираются уезжать? В Сербии, в Белград вроде. А куда дальше, не знаю. В Сербии? Помните, какой был паспорт у него мадам? Да. Наверное, там у него серьёзные завязки. Служивцы или друзья из легиона. Надо проверить. Я займусь. Хотя, наверное, толку от этого будет мало. Всё равно надо будет подключать. Интерпол и местные органы безопасности. Да с такими деньгами, как у него можно спрятаться где хочешь. Хочешь в Сербии, хоть где. Контакты по всей Европе есть. Откуда вы это знаете? Он кого-то называл? Имена, фамилии? Да нет, ничего он не называл. Как-то в разговоре похвастался. Дружков, мол, везде много. Помогут, если что. Что он ещё говорил? Да не знаю я. Ну, вроде, может, сделает пластическую операцию. Но тогда же он может сюда вернуться и вновь начать беспределить. Ещё как может. Что, его никак нельзя остановить? Раньше надо было думать, Виктор Андреевич. Поздно спохватились. Скажите, а что со мной будет? Не знаю. Вы меня пока интересуете только как свидетель. А что с вами дальше будет, это уже суд решит. Но, предупреждаю, попробуйте хоть раз выйти из-под нашего наблюдения. Посажу и надолго. Паша, Паш, посмотри, кто к тебе пришёл. Марина! Привет, мой хороший. Ну как ты, малыш? Нормально. Только скучно, поиграть не с кем. Марина, вы всё помните, да? Ну, рассказывай, тебя тут не обижают? Нет. Слушай, я тебе вкусненькое принесла, смотри. Как ты любишь. Я есть не хочу. Ну, а что ты хочешь, дружочек? Домой хочу. Ты меня заберёшь? Нет, Паш. Ты знаешь, я бы с радостью, честное слово, но не могу. Почему? Ты многого не понимаешь, Ирина. А я не знаю, как тебе объяснить. Ну, прости. Послушай меня. Посмотри сюда. Паша, что бы ни случилось, слышишь, помни, пожалуйста, что мы тебя любим и ждём. И я, и дедушка, и бабушка. Мы все, мы все тебя очень-очень любим. Не забывай нас, пожалуйста, где бы ты ни находился. Не забывай, пожалуйста. Виктор Андреевич. Может, послушаетесь врача? Нет, я здесь не останусь. Едем домой. В чем думаете, товарищ полковник? Думаю, где я допустил ошибку? Ведь был шанс их взять. Не уверен, что был. Ну, всего не предусмотришь. Мы обложили его со всех сторон. Вскрыли все его схемы. Держали на контроле его близких. Подобрались настолько близко, насколько это возможно. А он переиграл нас. Надо признать, эта партия осталась за ним. Вы все закончили? Да. До свидания. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ну, что он там? Да. Кто еще с ним в палате? Никого. Охрана вся снаружи. Да, я видел. Послушай, я сделала все, что ты просил. Оставь в покое теперь меня и мою семью. Исчезни из нашей жизни. Уже исчез. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Марина. Надеюсь, ты будешь умницей. Ты же не расскажешь никому об этом. Не скажу. Мои люди проследят, чтоб ты не наделал глупостей. Черт. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Нет, не надо. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Тихо, сынок, молчи. Ни слова. Кто скажет слово, тот беременная корова. Понял? Тихо, вставай. Отдевай. Молодец. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну что, помнишь мунтик про Человека-паука? Сейчас мы с тобой в него поиграем. ТЯЖЕЛОЕ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ТЯЖЕЛОЕ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Главное, не смотри вниз. И ничего не бойся. Понял? ТЯЖЕЛОЕ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Леша просил тебе привет передать. ТЯЖЕЛОЕ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...